На самом-то деле есть уже записи видео, но смотрите, я ее делал уже несколько раз, я надеюсь это будет последний раз, но она постоянно обновляется, то есть знаете, как бы со временем что-то добавляется новое, что-то убирается старое, какие-то баги уже фиксятся, то есть она именно практическая, то есть я не буду пытаться как маркетинг-команда рассказать, вот смотрите, как все классно, все хорошо, мы сделали, новые фичи супер-классные, я больше с практической точки зрения рассказываю, поэтому оно постоянно меняется, есть свои нюансы, поэтому было бы хорошо записать для тех коллег наших, кто не смог подключиться. Я думаю, что будем уже начинать, раз я начал, меня слышно, я просто так проверить. Да, все хорошо. Отлично, супер. Вот, ну и другим слышно. Как всегда активно, это у нас комьюнити, это не доклад, мы говорим, если что-то есть, вопросы появляются сразу, то давайте будем задавать, спрашивать, а я буду по времени смотреть, ориентироваться, чтоб не сильно вас задержать и рассказать именно то, что нужно самое интересное. Вот, говорить мы будем сегодня про C-Sharp 7.0, что в нем нового, с практической точки зрения, где хорошо, где плохо, где жить можно, куда лучше пока не лезть. вот, адженда наша довольно такая простая сегодня, мы говорим, демо, демо, демо говорим. Ну, я хотел бы больше показать кода, посмотреть в такой нашей неформальной обстановке. первая вещь, это варианты, как можно вообще получить C-Sharp 7.0. Ну, в принципе, вопрос кажется простой, но если честно, я заметил, что не всегда есть понимание, как это можно запустить, появляются какие-то такие сайт-вопросы. Самый первый проверенный и простой способ это скачать Visual Studio 2017, да, запустить, вы все знаете, что мы можем обновиться, да, у нас модель подписок, то есть это не проблема. Здесь нету проблем перехода, как мы прыгали с 2005-ой на 8-ую, с 8-ой на 10-ой, помните, когда это нужно было там проапдейтить все проекты, зависимости, solution файлы, там держали по несколько solution и тому подобное. Нет, если вы разрабатываете на .NET фреймворке, у вас проблем никаких нет, вот все открывается отлично в 15-е, 17-е. Конечно, если SP.NET Core, .NET Core, ну, то простите, там One Way Upgrade, да, но это как бы за темами нашей презентации. Если мы говорим про доступные способы, если очень хочется использовать там в каком-нибудь Notepad++ или Notepad++, а там что-нибудь такое, что, скажем так, там не поддерживает возможность, то вы можете скачать себе компилятор отдельно. Тут я хотел бы отметить, что это большой плюс, то что Microsoft, да, там, ну, и скажем так, для нас компилятор уже поставляется как Standalone NewGet Package. Вы можете подключить, скачать, он пропишет все вам нужные Build Steps и вы получаете обновленный компилятор, который поддерживает фичи, даже если у вас там не установлен последний компилятор, например, 2017-ая студия на компьютере, вы можете также писать 2015-ый, использовать фичи, но учтите один момент, что подсветка синтаксиса у вас не будет работать файл-ин. Вот, это такой нюанс, но зато будет компилироваться, собираться. Также, если вы не любите NewGet Package, вы любите исходники, пожалуйста, качаем Roslyn с GitHub, все, запускаем, собираем, получаем все то же самое, что идет в NewGet Package. Но мы можем еще получить дополнительные вещи. Я немножко сегодня затрону эту тему. Ну и самое, что мне нравится, когда вы едете, хотите с мобильного попробовать, у вас ничего не хочется ставить, запускать, поделиться там кодом. Есть такой сайт отличный, TryRozlyn, и вы можете зайти и написать код, и он дает немножко больше вещей, которые мы сегодня тоже посмотрим. Я уделю этому внимание, многие примеры будут на сайте TryRozlyn с целью того, чтобы показывать гибко, и вы можете потом быстро открыть у себя эти сниппеты кода. Это все, кстати, все примеры, которые я показываю, они доступны на GitHub, скину отдельно ссылку после презентации, и презентация тоже будет, поэтому вы сможете повторить это все у себя. Давайте поговорим про ключевые фичи. Я думаю, что все вы видели. Единственное, что я упорядочил немножко в другом, отсортировал фичи, по мере того, как я хотел бы объяснять, и потом делать комбинации из этих фич. Потому что, когда рассказывают по одной фиче, в принципе, все хорошо, все выглядит круто. Но самые интересные вещи получаются, когда вы делаете комбинацию из нескольких возможностей языка. И вот тут бывают такие сайд-эффекты, и очень интересные вещи вы можете строить, делать. Мы пройдемся по им всем. Я не буду сейчас их повторять. Мы одна за одной будем их разбирать. Самая первая и самая интересная, скажем так, возможность, которая, может быть, не очень пригодится, не очень нужна, это исправление возможности такой, как readability в синтаксисе, improvement. Это для чисел, у нас есть возможность теперь добавлять разделители, то есть такие как бы это сепараторы, это нижнее подчеркивание, underscore. Вы можете их добавлять, как видите на слайде, очень много, это должно улучшить читаемость. И появилось, что мне больше нравится в этой возможности, это бинарные литералы. То есть, в принципе, что мы раньше могли в десятичной системе записать, в шестнадцатеричной и все. Но чаще всего нам нужно или десятичная, да, или бинарная. Потому что в шестнадцатеричной все хорошо, но если мы идем до десяти. Все, что свыше десяти, уже вызывает трудности, и там уже какие-то цифры появляются. Ну, довольно сложно. Если мы посмотрим на более реальные примеры, это try Roslyn, открыт сайт. Давайте я лишнее закрою, чтобы оно нам не мешало. Вот. Вернемся сюда. Теперь есть возможность записывать так вот. То есть, мы можем писать бинарные, все так же наш int-тип. Я думаю, всем видно хорошо. Я сделал зум, ну, как бы экран большой. Если кому-то плохо видно, говорите. Я сейчас приближу. Теперь есть возможность записывать в таком бинарном виде. То есть, ну, довольно такие вот интересные вещи получаются. Да, все так же осталась шестнадцатеричная запись через x, да, умножение. Ну, и как бы работает. Единственное, что теперь вам никто не мешает писать вот такие вот большие штуки, никому не понятные, никому не нужные, но свобода есть. То есть, это не обязательно, просто один знак андерскорых может быть сколько угодно. Также это распространяется не только на целочисленные типы, это может быть на все, что записано после точки или запятой зависимости, какой локальный. Далее вы работаете. Да, то есть, я говорю на то, что на дробную часть. Вот. Тоже есть возможность там ставить, разделить или даже видите экспоненциальная форма записи. Вот, ну, можно. Сразу скажу, где нашел большой плюс, это флаги. Да, я думаю, что все используют и намы. Ну, еще кто-то использует флаги, да, если нужно. И обычно требования к флагам, чтобы были значения, которые не пересекаются. Да, чтобы мы могли разделять и делать комбинации. Записывать в десятичной, да, это как бы степень двойки, например. Вот, но в основном я заметил, что предпочитает почему-то шестнадцатеричную запись, да, то есть, как она выглядит здесь. Все, в принципе, хорошо, но тоже непонятно до конца. Мне очень нравится запись теперь в новом вебинарном формате. Ну, выглядит очень классно и удобно. То есть, мне не нужно вспоминать там, что, как степень это двойки, да, там, ну, в принципе, это не сложно, но не хотелось бы запоминать. И что еще лучше, проще искать пересечения, да, например, если мы выставляем флаг Gzip и ContentPage, да, то, ну, пересечения довольно легко найти, будет. Вот. Для логических операций вы просто сдвигаете единичку по разряду. Ну, для меня это очень такое удобное применение. Теперь, используя возможный треерозлина, вы можете видеть, что он дает вам сразу декомпилированный C-sharp, то, что генерируется. Многие фичи – это просто синтаксический сахар. Это не супер какие-то новые там инструкции, там поддержка в плане железа какого-то. Это обычный синтаксический сахар. То есть, вы видите, в результирующем коде мы получаем довольно простые вещи, да, мы получаем запись, какую мы привыкли видеть. То есть, если вы здесь посмотрите, то все так же. То есть, нету никаких-то магических, скажем так, константных инструкций, представлений чисел и тому подобное. Все остается так же. Если мы вернемся к презентации, у меня обычно с этой фичей возникает такой вопрос. Реализовать ее довольно легко, она была сделана самой первой, наверное, потому что, когда вам говорят, нам нужно успеть за какой-то там спринт, за какой-то промежуток времени выпустить новую версию. Новая версия – это значит новые возможности. А обычно мы начинаем делать возможности, которые принесут больше эфорта и меньше затрат. Вот эта фича, кажется, самая простая, ее, наверное, взяли и сделали в первую очередь. И она для нас интересна еще тем, что мы можем на базе ее посмотреть, как вообще ее можно сделать, если бы мы ее делали и тому подобное. То есть, в принципе, с чем это связано? Это связано с тем, что когда разговариваешь с людьми, общаясь, в современной разработке выглядит процесс примерно так. То есть, как это все работает? Мы пишем какой-то исходный код, потом какая-то происходит магия, и мы получаем программу. То есть, там сделали какую-то новую возможность, о, класс, что-то пишем, магия, получается программа. Вот эта маленькая фича мне нравится тем, что можно с нее начинать и посмотреть, как же это все работает. Например, задаться таким вопросом там, а что, если бы мне бы поручили сделать эту функциональность, как бы я ее делал? Я не буду ее разбирать полностью, я просто на базе ее покажу, что сейчас это довольно легко для США разработчиков, ну, вообще Дотнет разработчиков. Чтобы начать с работать, все довольно просто. Я вот сейчас вам покажу, что я сделал. Я скачал с GitHub, зашел в GitHub, склонировал Roslyn, GitHub.net slash Roslyn, ну, сделал просто pull, это, сейчас вам тут показываю, это много-много build. build, запустил всего лишь два BAT файла, один из них restore и один build, и все. На самом деле можно просто открыть solution сразу в Visual Studio и сделать это там, но restore и build, они довольно оптимизированы, они в несколько потоков выполняют эти операции, потому что solution почти по 200 проектов, ну, и, соответственно, это занимает, как бы, время. Желательно лучше сразу restore, build. Потом, для того, чтобы начать работать, есть Roslyn полный, где содержат по 200 проектов, но для того, чтобы понять, как работает компилятор, достаточно открыть файл solution с названием compilers. Вот он как раз у меня открыт, вот, ну, и дальше, какой ход действия. Тут надо вспомнить, ну, как видите, тут C-Sharp, да, понятно, что нам нужен C-Sharp, вот, можем, конечно, Visual Basic, но он не такой интересный, кстати, с C-Sharp M7.0 вышел новый синтаксис Visual Basic 15, но я не думаю, что он так будет интересен нам в рамках наших проектов, как C-Sharp. Дальше мы ищем наш знаменитый файл, да, не файл, программу, которая ExiCSC, которая и занимается в веб-граунде, когда мы нажимаем там студии build, студия ничего с ума не делает, она все передает в эти консольные утилитки, в наш C-SY. Мы его ставим как startup project и еще, как всегда, вы помните, что нам нужно одну вещь сделать, нам нужно передать аргумент сюда, да, то есть какой код мы хотим. Я просто создал обычный простой dotnet new, это может быть что угодно, файлик в стиле hello world и записал сюда, что есть переменная temp, да, которая содержит вот это binary, она содержит эти разделители и просто ее вывел, да, чтобы меньше разбираться, потому что компилятор делает много оптимизации и тому подобное, да, то есть, ну, для первого запуска это не очень хорошо и указал просто путь как программе. Все, в принципе, ну, дальше, если вы когда указали, вы можете нажать там control F5, что-то запустить, посмотреть, ну, я запускаю без дебага, вот, как видите, версия 42.42, но если она ничего вам не говорит, то это тут подсказка, что это developer build, это ваш локальный, это не какой-то. А дальше нам нужно как-то это подбажить. Есть, в принципе, два пути, которые мне нравятся для того, чтобы разбираться с фичами, как они устроены, почему иногда такое поведение. Подход, зная архитектуру компиляторов, ну, не всю прямо читать книжку, а, например, зайти и посмотреть розлинг, там, что такое байндеры, зачем они нужны, там, лексеры, вот, ну, то есть, это один из вариантов. Можно найти лексер, да, который отвечает за партинг, байндер, который там, афичи, но есть более простой способ, например, вы там можете, так, ну, обычно, там, делаю, не знаю, когда вам дают какой-то проект незнакомые, еще не разобрались, и говорят, вот тут формочка, там, аутентификация поломалась. А, окей, надо, значит, с ней разобраться. Я никогда не работал с ней, но я думаю, что если я поищу какой-нибудь аус форм, я найду. То же самое можно попытаться поискать, например, байнери фичи, да, там, по всем файлам. Вот, и тогда, ну, посмотреть, что она найдет. Я смотрю, запустил, ничего не нашла, можно просто байнери, главное, чтобы у меня там не было исключений. Да, уже здесь это как бы больше, в принципе, ну, если исключить какие-то там real parser тесты, да, я просто сейчас не настраиваю, вот, всякие там вещи, которые binary operation count, нам, наверное, не нужно. Можно дойти, там, всякие много ошибок, это, ну, скажем так, это занимает время, но вы можете это, в принципе, найти, тут есть это binary operator, если убрать все тесты, да, потому что здесь их очень много, и binary операторы исключить, то где-то здесь я находил, когда первый раз разбирался, есть такой файлик, где я нашел, называется message ID. и там вот он показал, сейчас мы его откроем, вот, много здесь вариантов, и в одном из них есть такая вещь, как, тоже что-то связано это с binary, литералом, тут ошибки о buildd, ну, и есть один из вариантов, это вот фича, да, вот я ошибся, написал там это binary, фича, да, она, видите, фича binary, может быть, переименовали, ну, это, скажем так, нюанс, это как один из вариантов найти, и потом дальше поиск уже может и шарпер, и студийный использовать, вот, мне больше нравится подход, когда мы идем через архитектурный, да, то есть, мы так вспоминаем, что за парсинг вот этих переменных, да, там, отвечает, ну, влево, вот, то есть, так мне показалось проще года найти, чем вот это лопатить поиск по всем файлам, в лексере, ну, это тоже такой большой файл, да, на открывал проверял, ну, можно немножко испугаться, да, но тоже, когда я зашел, увидел, ой, куча всего, я сразу такой, давайте-ка поищем, например, наморик, о, что-то есть наморик, да, я просто открыл первый попавшийся, ну, оно сейчас, да, там, получается, ну, там, со второго раз, третьего, с первого раза у вас может не получиться, я увидел, ага, скан наморик, окей, попробуем поставить здесь breakpoint, нажать F5 и посмотреть, что-нибудь получится или нет, то есть, в принципе, можно почитать описание, есть статьи, но иногда интересно разбираться самим, потому что можно поучиться, смотрите, Roslyn проект довольно большой, но что мне нравится, ну, помимо того, что тестов есть, то, что они запускаются, вы скачиваете такой громаднейший проект, который пишется уже очень давно, пишется разными людьми и вы можете просто скачать его и сразу запустить, то есть, это не нужно, там, тратить две недели на рампап, на установку каких-то зависимостей, все это есть, то есть, это большой плюс, я считаю, и надо эту культуру и к нашим проектам приводить. Как видите, ну, тут понятно, знали, нам повезло, мы остановились, да, то есть, в breakpoint, вот, ну, и, соответственно, дальше, если уже читать, то тут уже, конечно, становится понятнее, вот есть исхед, да, тут можно посмотреть по истории, когда добавили фичу, делали изменения, ну, сделать blame, ну, довольно много, скажем так, возможностей, как сделать сейчас reverse engineering, когда все есть, вот, ну, в принципе, если вы читаете код, даже тут можно не вникать в все нюансы, вы уже понимаете, что если мы видим там текст винтов, да, что нам передали, берем один чар и потом начинаем проверять этот чар, вы видите, тут нету никаких там суперсложных алгоритмов там с книги, там, я не знаю, с этих томов кнута и тому подобное, да, но тут выглядит все проще, иногда это интересно посмотреть, потому что, ну, как бы вы делали, да, то есть, сравнить, ну, часто встречаются какие-то похожие задачи, схожие, и это решение, которое ревьюваются, ну, давайте, скажем так, не глупыми людьми, то есть, они имеют право на жизнь, да, там есть свои нюансы, есть свои тридов, но это довольно хорошая возможность поучиться, читая чужой код, делая такой код-ревьюв. Ну, давайте немножко пройдем на нюансы, есть возможность, мне, кстати, она очень нравится, в Visual Studio я нажал просто, не ставил breakpoint, а сказал, вот, например, видите, тут появляется такая ссылочка дойти до сюда, это вот 2018, мне очень нравится, ну, немножко можем пройтись, да, то есть, видим, что берем char, он у нас первый, это 0, мы проверяем, ага, это представление, берем следующий, следующий уже у нас binary, вы видите, как здесь легко добавили, то есть, если у нас не стоит x, кстати, отсюда я понял, я всегда думал, что x можно только, знаете, вот 16-ричный указывать мел, ну, с маленькой буквы, а можно и заглавное, но без разницы, тут есть сравнение, вот то же самое для binary, мы видим, что у нас не прошло 16-ричное, да, мы попали в binary, далее, сразу следующая вещь у нас идет, ага, check feature availability, вот, мы можем пойти туда в, если посмотреть, что это за проверка, да, тут довольно простая, что мы берем, проверяем доступно или это фича, да, потому что вы можете поставить, например, там себе компилятор с нижней версией и не использовать эти возможности, вы также можете настроить, что там не хочу использовать, так, эти фичи, да, и все, то есть, ну, мы проверили, что она есть, также вы отсюда можете посмотреть всегда, если интересно, ну, можем сюда перейти, и это наше сообщение, давайте я еще раз вернусь, аж, message, не binary, поищем, какие фичи, например, были, какие нас ждут, да, видите, тут все четко, но тут уже не обмануть, вот, тут есть вся история, что появилось там в C-sharp 5, 4, в 6, какие фичи специфические для этого языка, да, в 7, какие есть, и уже видите, наперед, вот, что будет в 7.1, то есть, ну, дефолт литерал, это, кстати, исходник я скачал сегодня, вот, оно обновлено, а синг-мейн будет долгожданный, кому интересно, это можно отдельно там поговорить, вот, ну, много добавляется, вот, дефолт литерал уже, кстати, сделано, кому будет интересно, потом покажу, то есть, это то отражение, ну, скажем так, реальной документации, чему ждать, чему готовиться, вот, чем интересно всегда ходить по исходникам, смотреть, просто это не занимает много времени, да, ну, тут обычно выставили флаг, binary true, все хорошо, ну, и дальше уже пошло, да, то есть, можно там разбираться, смотреть, но выглядеть не так сложно, как можно подуматься или показаться, что, ой, это же там, это компилятор, это там суперсложно, все какие-то алгоритмы там, сумасшедшая математика, нет, не всегда, ну, есть, конечно, там, некоторые вещи, там, магические числа, которые дают там прирост, но довольно интересно можно найти с того, что, разбираясь в коде, как работает, и, как я вам показал, ну, это довольно просто начать работать, вот, давайте отпустим пикпоинт, запустим, я думаю, что основная идея понятна, вот, ну, она, соответственно, как бы, собралась, компилировалась, нам все хорошо, вот, думаю, что магия все равно, как бы, осталась, но вы понимаете, что можно разобраться, полезть, посмотреть, и это даст ответы на многие вопросы, ну, на которые сложно найти, может быть, где-то в документации ответы, или, есть ли у вас какой-то спор там, что это работает так, это работает так, там, например, интерполирование, это просто стринг-формат, ну, это все можно получить из того, как это работает реально, просто зайти в исходники и посмотреть. Хорошо, давайте двигаться дальше, поговорим про фичи, которые реально могут принести что-то полезное нам для использования, и я вам их сейчас покажу. Так, посмотрим, кто-то писал, вопрос, наверное, появился, ага, это я просто писал, окей, поговорим про такую вещь теперь как inside out, а, это out параметры, перед тем, как перейти к фиче непосредственно, хотелось бы понять, что же она решает, в чем проблема out, почему мы не используем out параметры, ну, я не знаю, может быть, вы использовали, но с тем кодом, который мне чаще всего приходится работать, ну, я не встречаю out, иногда это доходит до абсурда такого, что, например, типичная задача приходит откуда-то с юзерского input, ну, строка, да, все такое общение строками, и нужно распарсить, мы просим его ввести число, но он нам дает всегда, как input нам приходит строка, все знают, что есть там, например, если это какой-то интеджер, да, то там int целочисленный, есть метод tryparse, мы начинаем с tryparse, мы знаем, что как бы он безопасный, но он требует такую вещь, как out параметр, мы напишем сначала int tryparse, потом ага, нужен out параметр, надо выйти наверх, объявить этот параметр, ну, и начинаются нюансы, да, то есть мы потом забиваем, такие, ой, это сложно как-то объявить параметр, ну, нет, 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 давай-ка лучше это, я напишу int parse, parse он только, да, там, принимает один параметр и возвращает значение, все хорошо работает, потом приходит бага, что там что-то с input, там кто-то уже вводит не только число, еще какие-то символы непонятные, падает exception, ну, находим причину сразу и оборачиваем это все в try catch, чаще всего catch может быть тоже даже и пустой. Беда, да, строчек стало больше, забыли про out, а вот неудобно писать, поэтому надо с этим бороться, да, и в C-sharp как раз и сделали эту возможность, да, давайте я вам покажу это на примере, есть у нас функция, да, обычно такие функции встретить очень сложно, потому что тут целых три out параметра нужно передать, да, но мы поговорим не дальше. В чем же большой плюс нового возможности C-sharp? Теперь вы можете делать inline переменные, то есть чтобы теперь использовать try parse, да, нам достаточно одной строки, мы можем написать просто out int i и уже начать использовать i, но как вы понимаете, что тут можно пойти дальше, и компилятор он умный, и он поймет, какой тип вам нужен, потому что вы передаете, try parse он знает out, там, double, да, там, или out int, и вы можете написать просто out var. Это очень замечательно, но если вы посмотрите, здесь тоже магии нету. Соответствует ему вот такой вот код, который сгенерируется, здесь довольно все просто, да, тут за вас генерируется переменная background. Все, соответственно, вы эту i можете использовать, ну, дальше в скопе не обязательно, там, потому что, ну, try parse очень часто обокачивается в блок, да, но область видимости, она, ну, соответствует уровню там, где написан этот, ну, try parse, то есть оно будет видно в функции m везде. Вот, то есть довольно удобно, классно, я думаю, что после этого можно использовать. Но очень часто бывает другая вещь, то, что мы не хотим использовать эту переменную. Ну, вот нам нужно проверить, что просто число целочисленное, и все. И нам не нужно это использовать переменную. Какая же проблема с out? Нужно объявить все равно эту переменную, которую мы будем не использовать. Но это тоже немножко напрягает, и поэтому в этой возможности она не особо так афишируется, как-то выделяется. Так появилась называемая discard. Мне кажется, что просто первой функциональности с разделителями, им понравился underscore flag, потом он есть в функциональных языках, кто там сталкивался, писал, что там есть такое неформальное понятие. Если вы эту переменную не используете где-то дальше, но нужно объявить, просто пишем нижнее подчеркивание. И, соответственно, добавили такую возможность. Если мы эту переменную не будем использовать, просто написать out и нижнее подчеркивание discard. Видите, здесь нет объявления var, ничего. Просто написали и забыли. Мы никак ее не используем. Но на самом деле компилятор нам делает то же самое. Он просто создаст переменную, которую мы никогда не будем использовать. Давайте это называть что-то в стиле такой виртуальной переменной. Где хорошее применение, просто суперское применение. Теперь я заметил, что начали часто использовать для dictionary try get value. Соответственно, нет уже этой обработки, скажем так, на много строк. И try get value работает быстрее, чем get, проверка, что contains ключи и тому подобное. Try get value работает гораздо быстрее. Здесь есть один нюанс, с которым столкнулись. Тут указан var. На самом деле валидно написание var. Здесь я могу написать в зависимости от чего. Есть такой нюанс. Например, если вы использовали memory cache или какие-то вариации стандартные, то чаще всего это key value, где value это object всегда. То есть такими кэшами они не generic стандартные встроенные и там есть object. И соответственно, если вы напишите var, то он вам подставит object. Но если вы укажете явно тип, то он сразу вам сделает приведение к этому типу. То есть иногда полезно использовать сразу тип, а не писать просто var и потом писать лишнюю строчку приведения. Вот. Ну, в принципе, это такого из реального опыта. Интересная вещь получается с этими дискартами. Так как это такая виртуальная переменная, ее можно объявить и просто не используя в ауте. Например, вот такая запись абсолютно валидная. Самое интересное, что ну, вы можете, давайте, чтобы, может быть, было понятно, что как-то они, ну, не связаны, что можно подумать, что я объявляю перемены. Но если вы вспомните, что, ну, как бы, так не может быть. Вот. Но, видите, то есть я как бы здесь закомментировал, то есть это не значит, что я объявил переменную, это просто новая переменная. Вот создается виртуальная. И присваивается значение. Она не требует ничего, там, не var, просто пишем вот такие вот вещи. Бак это или фичи, ну, сложно сказать. Хорошее применение, ну, и то, что вы можете их писать много, это вот, ну, пример этой функции. То есть я пишу, что я хочу просто не использовать этих три переменных. Аут, да, там, дискарт, аут дискарт, дискарт, то есть, ну, нету такой там, что пишем переменную, там надо, например, два там писать и тому подобное. Да, то есть, но объявить мы не можем так сделать. Вот. Мы просто пишем дискарт, и он нам сгенерирует переменных. То есть это не значит, что они не будут. В этом случае он нам ничего не сгенерирует по одной простой причине, что, ну, это виртуальная переменная, и он еще на этапе elimination dead code, он ее просто уберет и вырежет. Вот. То есть такой вот интересный нюанс получается. Но если вы помните, такая возможность, как и раньше, осталось писаться, и она, ну, все правильно. То есть это не будет истолковано как дискарт, да, если вы посмотрите, вот ее определение, что мы такую переменную создаем и ее, как бы, возвращаем. Тут, ну, все валидно. Вот. Поэтому фича удобная, но появляются уже сайд-эффекты. И мы еще поговорим чуть дальше о них. То есть мы к этому вернемся. Вот. Но с аутом, инлайн-аутом, мне очень нравится эта функциональность. Ну, довольно удобно. Давайте двигаться дальше. Поговорим про такую вещь, еще expression будет, members. Ну, вы все помните, что C-Sharp 6.0, они появились и пришли. Особенно для property, для функций, но людям показалось это мало. И причем это не Microsoft решил, а это T-chip предложено полностью community и разработано, и сделан pull request полностью community. Community это значит не Microsoft employees, да, потому что на взрослый нам работает full-time и Microsoft employees, но это именно люди, которые не работают в Microsoft. Соответственно, может быть какая-то тут и свобода у них появилась, и опругнули, и они были рады. Что сделали? Сделали теперь возможность инлайнов для конструкторов, для финализаторов, и еще раз сделали ревизию для property. Добавили, конечно, так больше возможностей. Теперь задать auto property, установить им какие-то default значения, сделать там read only. Появилась еще куча способов разных. То есть теперь, чтобы создать там property и какое-то ей присвоить значение, можно смело говорить, что надо загуглить, чтобы понять, что правильно, что нет. Вот, если посмотреть, как это выглядит, в реальности есть класс, ресурс. Вот, мы можем теперь объявить конструктор, если нам нужно там в одну строчку записать, просто вот в таком вот способе, да, теперь еще меньше. Также мы можем объявить финализатор, да, как бы записать. Здесь есть два нюанса. Если честно, ну, тут такой онлайн в одну строку. Обычно, если вы пишете конструктор, что-то в одну строку, это окей. Но чаще всего там нужно какую-то более сложную запись сделать. Здесь у вас не получится, да, так через только запятой. Поэтому применимость, ну, такая небольшая. То же самое, если вы, не дай бог, пишете финализатор, скорее всего, вы это делаете осмысленно. И там тоже логика довольно непростая. То есть даже если взять, ну, не совсем up-to-date, не совсем валидный ID-spossible реализацию паттерна с Microsoft рекомендацией, но вы не сможете записать как-то супер в одну строчку, не используя дополнительные методы. Ну, то есть такая спорная функциональность. Но есть хорошо, живет, работает. Есть нюансы теперь с пропортиями. Например, можно еще проще записывать, да, get и set. Вот, ну, все хорошо, все нормально, как бы запись классная, читабельная. Но есть нюансы, ну, вот взятые из реального кода. Когда ты пишешь, ну, появляются такие вещи, которые, ну, непонятно сразу. Когда читаешь код, быстро просматриваешь такой, ага, особенно когда с математикой, это зерли минус что значит, ну, немножко непонятно. Мне кажется, больше код понятен вот такой вот, да, когда запись. Ну, еще раз подтверждение, что это просто синтаксический сахар, и он разворачивается в привычные нам записи. Вот, то же самое касается конструкторов и финализаторов. То есть здесь нету никакой суперской магии. Просто более удобная, наверное, в каких-то случаях пригодится. Такая довольно простая фича, вот, но спорная в праве жизни. Больше мне интересно про экспрессион, такая вещь, как сроу. Мы помним, если перейти к сроу, есть один нюанс. Сроу это такая вот как стейтмент, да, то есть очень часто что мы делаем? Мы не знаем, когда писать бизнес-логику, мы начинаем с того, давай-ка проверим все параметры на null. Если null, то кинем argument null exception. Мы к вам еще не знаем, что писать. И обычно это начинается, что в коде идет куча там параметров. Проверяем на null и кидаем сроу new argument null exception, да, это name of, это фича C-sharp 6.0, вот, но она не в седьмом, она была раньше, вот, поставить на правом. Чем это, ну, не полезно? Очень много кода, да, даже если вы запишите в одну строку, все равно, ну, мы знаем, что есть отличный оператор, наш, два вопросительных знака. Хотелось бы писать так, до C-sharp 7.0, к сожалению, такой возможности не было писать, поэтому, если бы вы писали до C-sharp 7.0, он вам бы ругался, говорил сроу new, да, это не может быть стейтментом, и тому подобное. Вот, сейчас эта возможность появилась, то есть это просто упростили, ну, не за что упростили, добавили более, наверное, возможность сложного control flow, что если парам null, то мы теперь можем здесь выполнять сроу. Ну, получается то же самое, как мы и писали раньше, если я все уберу, компилируется оно. То есть это тоже синтаксический сахар. Очень часто нам нужно просто проверить, например, и не использовать, да, этот парам, и просто проверить, если он null, то кинуть exception. Не получится записать просто так, потому что этот expression нужно проэвалюировать. То есть, ну, даже если я здесь исправлю эту ошибку, то он ругается здесь, потому что это нужно куда-то засадить, чтобы этот expression мог быть как стейтментом, проэвалюирован. Но, если вы помните, есть такая замечательная вещь, как discard, виртуальная переменная. Теперь можно писать вот так вот, то есть что парам, мы его проверяем, и так как это виртуальная переменная, она попадет под следующий стейдж компилятора и будет как deadcode eliminated. Соответственно, есть возможность писать, понятна ли эта конструкция, очень часто там искать, ой, где объявлена эта переменная, что это вообще за переменная. Ну, есть свои нюансы. Но, возможно, более теперь запись, благодаря объединению нескольких возможностей в одну. Вот, это что касается с row expression. Дальше, хитчи более интересны, и они направлены не на то, чтобы улучшить, или в какой-то мере ухудшить, возможно, читабельность кода. Это зависит уже не от разработчиков, компилятора и синтаксиса языка, а больше от конечных пользователей, как они это применят. Дальше, функциональности, новые возможности относятся уже к оптимизации, что более интересно. Не просто, скажем так, а еще и получить перформанс прирост. Это всегда хорошо. Если говорить про Async Return Times, немножко такого бэкграунда, мы уже, в принципе, все вошли, уже все знают, все используют, все любят, кто-то уже и успел ненавидеть Async Available Approach. То есть, он C-Sharp уже распространяется, и на другие языки, уже и появился в JavaScript, ну, как, еще спецификация, но там TypeScript уже поддерживает, там Bible, ну, скажем так, уже близко к тому, чтобы это было Async Available, довольно удобная парадигма для разработки синхронного кода написания. В чем проблема? Проблема связана с тем, что для Async Available, для всех Async Операций, у нас должны быть Task Based, то есть возвращаться. Task это Reference Tip. Соответственно, если вы возвращаете Task, вы каждый раз выделяете, аллоцируете память для нового объекта, нагрузка на GC. Если вы попадаете с этим в Hot Pass, Hot Pass это то, что больше всего выполняется в вашей программе, то, что нужно в первую очередь оптимизировать, то вы можете посмотреть, если вызывается там, например, миллион раз, то, соответственно, миллион новых объектов будет создан, уничтожен. В общем, в GC вы проведете очень много времени в работе. Здесь есть такой нюанс. Очень часто используют, давайте я, наверное, переключусь на пример, показать в Трое Рослине это не получится. К сожалению. И еще один нюанс, давайте сразу расскажу, что здесь появляется новое, может быть, неудобство в какой-то мере, для кого-то это будет плюсы и понимание, чтобы использовать эту возможность, которую я покажу, не получится сейчас просто так. Вам нужно подключить нюгет пэккедж. Казалось бы, что это такое, что это вещь. Дело в том, что когда выходил компилятор с поддержкой нового стандарта и появление новых типов, нужно было добавлять в Base Class Library. VCL живет в .NET Framework, ну и сейчас есть еще у нас .NET Core, но развитие, скажем так, дата выпуска компилятора находилась гораздо раньше даты выпуска .NET Framework новой версии и .NET Core, куда войдет этот тип. Я говорю сейчас про Value Task, я еще вам это покажу, это структура, в отличие от Reference Tip. И это был вынужденный шаг, что надо новый как бы добавить тип, чтобы он поддерживался. Выход это через нюгет пэккедж. Нужно ли его всегда подключать, нет, потому что с .NET 4.7, а сейчас он уже не только в Creators Update, его можно поставить уже на поддерживаемой платформе, это может быть Windows 10, там Server Edition, тоже уже есть возможность это подставить. Он через какое-то время придет с апдейтами, или вы будете использовать .NET Standard 2.0, имплементации этого стандарта, это как .NET Core 2.0, или .NET Core 2.0, то там этот тип тоже есть, но желательно подключить. Проблемы не будет, если вы даже подключите нюгет пэккедж, и он у вас будет установлен в full .NET Framework, например, там у вас на версии 4.7 запускается. Проблем никаких не будет. Давайте вернемся к студии, посмотрим непосредственно код, как это выглядит. Здесь как раз расскажу нюанс, когда этот подход, это не замена, это не значит, что нужно все таски заменить на value таски. Это работает супер в одном случае, когда вы используете какие-то промежуточные расчеты, и вы эти расчеты можете закешировать, и вам не нужно правда возвращать таск, а просто нужно вернуть какой-то результат. То есть, например, вы вызываете там какой-то метод, получили его значение через await, и потом вам просто нужно вернуть, например, число, которое вы закешировали, 42. И для этого появляется, что нужно таск from result, ну, new task, варианты разные, вот, но это создает каждый раз объект. Это не очень хорошо. То есть, если это вы попали в hotpass, то, соответственно, вам нежелательно лишние аллокации памяти в хиппи. Что здесь есть? Здесь у нас есть какой-то синхронный запрос, да, вот видите, пока еще нету у нас там, мы носим, когда это в конструкторе, очень часто приходится писать так, result, да, ну, это короткая версия, getavator, getresult, и что здесь мы делаем? Делаем первый раз запрос, это холодный запрос, выводим результат, потом второй раз запрос, и опять показываем тот же результат, но реализация у нас такая, что если мы имеем значение в кэше, то мы просто создаем value task. Value task, если мы откроем, посмотрим, сейчас оно быстро его задекомпилирует, я надеюсь, что-то зависло. Тут, наверное, JetBrains где-то показали кошечка, я вот так думаю, про декомпилятор, и поэтому студия надо будет перезагрузить. Нажимаю никогда, да. В общем, ну, пока я буду перезагружать, может, где-то это окошко, я его не могу это найти, оно даже ее не дает так убить, придется через акт-менеджер. Это, ну, структурный тип, где она? Так, я хочу по нейму. Ага, вот он где-то, как его. Так. О, даже не надо перезагружать. Отлично. Вот, не буду показывать, чтобы не тратить это время. Ну, value task это то же самое, что task, как бы, но это структура, это не класс. Оно реализует все те же методы, которые нам нужно, видите, мы здесь это возвращаем. Вот, просто создаем уже новый struct type. Вот. Если, как бы, мы не в кэше, но мы идем и загружаем в кэш. Ну, и тут все стандартно, как бы, наш task, все await'ы, получили там результат, сохранили в кэш, все, вернули. Ну, и здесь мы все так же используем этот вызов value task, то есть для нас ничего не меняется. Вот, он и реализовывает вот эти все необходимые await'able методы. Довольно простая, как бы, функциональность, но дает большой прирост в производительности. Но тут надо замерять. Вот. В принципе, наверное, это довольно просто. Я думаю, что понятно. Если нет, то, ну, потом обсудим в деталях. Потому что еще тут есть несколько фичей, которые тоже довольно интересны. Локальные функции. Это такой спорный. Это, кстати, не C-sharp. Кто не знает, C-sharp 7.0, ну, локальные функции, да, то не пугайтесь. На самом деле, в C-sharp так нельзя писать. Но это реально с JavaScript. В JavaScript так можно писать, зачем, я не знаю. Вот, но в C-sharp, я рад, что так нельзя писать. Да, к чему это приводит, ну, непонятно. Вот. С локальными функциями это такая спорная функциональность. И здесь чаще всего перед тем, как ее использовать, начинают спорить, а зачем же она нужна. Давайте я попытаюсь дать вам смысл, зачем она нужна и когда хорошо ее использовать. Основной пример, который приводит, говорят, что если мы там хотим, например, рекурсию сделать, то мы можем использовать func, но func сложно определить. Чтобы ссылаться на самого себя, надо просто сначала объявить там переменную этого типа, что это func, присвоить now, потом дать уже непосредственно не только это, ну, definition, declaration, да, там, ну, вернее, не только declaration, а definition, и уже тогда можно использовать. Вот. С локальными функциями это не нужно, но что мне нравится, это в том, что если мы используем замыкание, когда мы попадаем под анонимные функции, да, вот эти все, лямбды, для того, чтобы захватить переменную из скопа выше, компилятор генерирует нам замыкающий класс. А, соответственно, класс, вы знаете, что это тоже проблема. Это новый тип, который в хиппи, нагрузка на ГЦ. С локальными функциями они это пересмотрели и генерирует замыкающий value type структуру. Это довольно большой плюс по оптимизации. Ну, и также, давайте, наверное, перейдем в, сразу в пример, вот, и посмотрим, что же у нас происходит. Вот, видите, класс, метод, и потом в методе, объявляющий функцию, да, использую, как бы, синтаксис C-sharp, 6.0, ну, это не обязательно, можно и обычно, как мы пишем, открываем фигурные скобки, return, какое-то выражение. Если вы посмотрите, то у нас генерируется internal функция, ну, скажем так, все стандартно, ну, только единственное, вы не сможете доступиться к ней, там, например, с какой-то другой функцией. К сожалению, такое не получится. Вот, ну, и для этого они и есть локальные функции. То есть, соответственно, теперь они private-private такие функции. Вы можете в своей какой-то функции не зависеть от других private и написать настоящую свою private функцию, никогда ее никто не модифицирует случайно в файле. Можно, ну, как видите, передать параметры, нельзя называть параметры тем же именем, вот, с этим есть нюанс. Также вы можете так, это где? Вот так вот, да. Add local и использовать. Можно сделать наоборот. Можно ее перенести сюда, например. Вот так вот, да, то есть, используем, а потом объявляем. Ну, тут, как бы, проблем никаких нет. Вот, ну, не знаю, тут уже зависит от вас, какой вам подход нравится. Можно даже использовать, ну, замыкание, как я говорил, и тут вот этот нюанс, то есть, если вы посмотрите, там всегда организуется замыкающий объект, да, давайте говорить так, под объектом мы не ссылаемся, что это там, reference тип, display class, да, с названием тоже, вы знаете, что с названиями naming convention всегда сложно, у Microsoft в том числе, вот, но они оставили название такое же display class, но это не класс, сейчас это структура, соответственно, нету лишних аллокаций памяти. Это большой, скажем так, benefit. Вот, также можно теперь объявлять, видите, public void m, да, я могу сделать такую запись, ну, как раньше, task int, это sync local, await, return ob, вот такая более уже приемлемая, как бы, запись, ну, неприемлемая, более понятная, наверное, чем, вот, такой вот функциональный отход. Какие есть минусы? Что я, если честно, очень сильно ждал от локальной функции? Какая проблема с лямбдами? Мы очень часто пишем функции, к функциям мы можем применять какие-то атрибуты, атрибуты мы можем применять на уровне функций, на уровне входных параметров, выходных параметров, что бывает очень редко, вот, но, если вы используете, например, JetBrains annotation, для более, скажем так, глубокой проверки вашего кода, то там есть такой, например, NotNow атрибут, и очень часто его на методы можно или там Now ну, применять. С анонимными функциями, лямбдами у вас такое никогда не получится, а вот с локальными функциями хотелось бы сделать такую вещь и возможность применять, но, к сожалению, за несколько недель до самого релиза из-за сложного Control Flow управления решили эти атрибуты убрать и вообще запретить их. И получается вот такая вот вещь, если я захочу писать здесь атрибут, мне попадет такая вот ошибка, что атрибуты не разрешены. Если честно, очень хотелось бы, может быть, как-то это помогло использовать вот такие вот вещи для локальной функции. Поэтому это пока что лучше называть локальной псевдофункцией. Но все равно, я думаю, они найдут свое применение. Давайте двигаться дальше. С локальными есть еще одна возможность и нюанс ref locals and returns. Ref кейворд, вы знаете, он не новый. Мы очень часто передавали параметры по ref, все, что касается value типов по ссылке. Но в сейф-коде мы их никогда не могли возвращать. Что это нам даст? То есть, когда мы передаем, вы все прекрасно понимаете, что есть такое понятие, как по значению копируется. Если это int и даблы, но это не так страшно. Но если мы пишем свой тип и это какая-то уже более такая структура, описывающая объект из реального мира, то там уже могут быть размеры большие. скажем так, больше, чем 64 размерность наших указателей. Соответственно, они уже копирование, это будет такая операция затратная. Также это мы все помним, но очень часто забываем, что когда мы делаем return какого-то типа, то мы его возвращаем тоже по значению. И это дополнительное копирование. И соответственно, с этим есть нюансы. Если мы перейдем к коду, давайте посмотрим на обычную простую функцию. Для примера я взял найти max value. Вот ее определение. То есть она получает два int и возвращает int. Что у нас есть? Здесь копирование два раза, потом мы нашли и потом опять мы делаем копирование объекта. То есть соответственно, если вы вызываете такой код часто, то копирование будет затратным. С новыми возможностями C-Sharp, как видите, здесь нету нигде сразу вам скажу unsafe, пометки, флага, компиляции. Это очень важно, тем более это в браузере. Есть возможность теперь добавить ref не только на входные параметры, это была возможность, это уже давно есть, но и на возвращаемое значение. И в чем плюс? Здесь нет уже копирования, мы передаем посылки. теперь мы сравниваем, если A больше B, стандартно мы говорим как найти максимальное число из двух, а если это больше, то вернем его. Тут уже не будет копирования, мы вернем то число, которое нам передали. Ну и соответственно, если против его, значит это B больше. И большой плюс здесь получается, что нет уже операции вот этого копирования. Мы здесь также получим max2, который будет уже ссылаться на наше значение, которое мы определили здесь уже. То есть мы просто передаем посылки. Можно написать так, если нам надо. Ой, язычок надо. Так, разделить. Ну тогда здесь надо ref тоже это написать. Мы можем конечно это дальше продолжить передавать посылки, но очень часто нам нужно просто это число значения и чтобы не было таких вот накладных расходов. Это довольно большой плюс. Ну, скажем так, для чисел это в принципе для структуры это хорошо получили. Но можно пойти дальше и поговорить про нюансы, которые с этим связаны. Например, понятно, что мы теперь можем возвращать, работать, ну начать, мы думаем, окей, одни объекты хорошо, давайте работать с массивами. Обычно мы работаем с каким-то набором данных. Очень часто нужно там поиск сделать какой-то и вернуть этот элемент. То же самое мы можем например есть find, она возвращает мелком. Find это обычная функция, которая возвращает указатель. Здесь мы передаем номер какой найти, например, массив и здесь просто я возвращаю ссылку на первый элемент. опять же это save code, нету никаких unsafe. Единственное, что вы видите, я в предыдущем примере не показал, здесь на самом деле правда генерируется unsafe code. Вот, за нас. То есть, тоже какая-то не супер новая возможность, просто тут уже надо компилятора добавить unsafe. Делает это он за нас. И возвращаем это значение. Это работает хорошо с массивами, но с массивами я заметил чаще всего мы не работаем и мы привыкли работать с листом. лист гораздо проще. Если вы попробуете сделать такое с листом, как я пробовал делать, у вас ничего не получится. К сожалению, для листа это не разрешено, только для но в принципе если вам сильно хочется, то можно сделать хак. Вы можете написать свою версию листа какого-то оптимайзит. Давайте я покажу как оно выглядит, самый основной нюанс, который здесь нужен. Это структура, как бы point, лист, понятно, что там есть имплементация, есть интерфейс, но самое главное здесь сделать правильную имплементацию индексатора. здесь нужно просто возвращать не просто t, а ref t, то есть ссылку на этот объект и возвращать уже непосредственно ссылку на этот элемент. И тогда можно писать вот такие вот вещи. То есть я хочу сказать, что лист 0, то есть первый элемент и я могу изменить значение. Как я говорил, это структура, и какой нюанс. Обычно когда мы работаем структурами, это многих пугает, так как они передаются по значению, если мы не используем такой вот референсы, то если я сделал здесь изменение при обычном листе, то ничего хорошего не будет, в самом листе это не изменится. то есть если кто-то дальше использует мой лист, я не увижу изменений. С таким подходом я уже сделаю непосредственно изменение элемента, который находится в этом листе, потому что он мне передается по ссылке. Это довольно большой плюс, но надо быть осторожным, потому что тут надо немножко поменять свой подход. Зачем там 0? Где именно 0? Индексатор лист 0. Ну просто получить какой-нибудь элемент. Ну это может быть первый, можно в цикле, это просто для демо. А, сори. Да, это равно примерно... Я просто подумал, что возвращается конкретный элемент. Ну да, все правильно. Виноват. А как это сложно? Это сложно сразу понять, это нормально. А как это на бинарном уровне, то есть обычно значения там часто значения передаются через регистр процессора. В данном случае с этими рефами он прям на стек будет как в плюсах return value optimization? Можно посмотреть на правую сторону, как это происходит. То есть мы здесь возвращаем ссылки. Как он это оптимизирует, положит это ли он в регистры или сразу в стек или сразу в регистр или в стек. Какие оптимизации сделать, сказать сложно. Тут надо просто, что это такая адресная арифметика происходит. это как мы работаем с unsafe кодом. А дальше как он оптимизирует я не могу сказать. Это уже зависит от каждого случая, что там он решит. Мы здесь просто прячем в manage коде unmanage код. Можно вопрос если допустим этот find будет выдавать не ref numbers там 0, а перемены заводятся и через ref выдается назад. Я сейчас как раз и расскажу к этому подойдем. Это хорошо, что такой вопрос, потому что им надо задаваться и здесь очень много ограничений. Их хотят убрать в будущем, но надо понимать. Первое это опустим, здесь понятно 0, тут ссылка есть, но есть нюанс. Теперь с этими рефами, так как это все указатели, что может быть непривычно. Может быть непривычно такая запись. Видите, это finds, та же наша функция, говорю, что мне нужен первый элемент типа и передаю сюда array. Вот это функция, и потом к функции я прибавляю 10. Ну если грубо читать, но выглядит оно так, да, плюс равно 10. Я могу так даже присвоить 10. Функции выглядит немного непонятно для C-Shot разработчика. Почему? значение, то есть это будет указатель на этот элемент, это будет элемент, который вернется, в нашем случае это нулевой, и ему присваивается 10, ну или инкрементируется текущее значение на 10. И тут начинаются нюансы. Соответственно вот как был вопрос, очень валидный вопрос, что можно возвращать по ref. Почему? Надо задуматься. Есть у вас, например, переменная объявлена, локальная. Если я ее захочу вернуть по ссылке, назад, то тогда вопрос, а время жизни ее, какая ее область жизни, видимость, когда garbage коллектору нужно ее убирать. И вот тут начинаются нюансы. То есть я не могу например вернуть уже локальную, какую-то переменную by ref. Я могу только использовать то, что ссылки. В принципе есть в фиче описание то, что save to return. так называемый, что все параметры, которые пришли к вам в метод по ref по auto, они безопасны к возвращению. Элементы на массив, как видите здесь, это безопасно, это можно. Локальные переменные вы возвращать не можете. Это такое ограничение. Даже тот безобидный discard вы не можете вернуть. К сожалению. поэтому здесь такой нюанс с этим связан. Но x мы можем вернуть, так как он пришел по out параметру, все что пришло по out параметру, а локальные возвращать нельзя. Вот такой с этим нюанс. Но это сделали специально, чтобы случайно не наделали ошибок, не было memory leak, но и каких-то непонятных behavior. Но раз мы за это заговорили, это интересно, я вам покажу один пример. Где между студиям и просто так, чтобы для вашего понять, почему надо аккуратно эту функцию использовать. Смотрите, есть array, обычное объявление. Здесь я получаю ссылку на третий элемент. Ну, как бы 0 based индексы, это получается n-1. Вот, присваиваем ему значение. Вот, это значение я вывожу сюда, и потом я показываю, что правда в массиве содержится, и так как я получил ссылку, изменяя здесь, я меняю и здесь уже в самом массиве. Вот, потом есть такая вот вещь, как array resize. Это стандартная вещь, это не какой-то мой супер метод, он позволяет изменять размерность массива. Я здесь передаю ему по ссылке array, вот, и передаю новый size. Было у меня size 3, станет 1. Дальше я вывожу этот массив, показываю как он есть, и хочу посмотреть, так как, ну, видите, у меня здесь хранится ссылка на sort element, что с ним было. И вот здесь вот, когда, ну, задать вопрос себе, другим, я думаю, что очевидного ответа не будет. тоже, так как, ну, времени у нас не так уж много, я, ну, не буду спрашивать вас, чтобы вы гадали, каждый, в принципе, уже начал думать, там, дебажить, я просто запущу это на выполнение, и мы сейчас посмотрим результат. Результат, я думаю, вас удивит, вот, потому что, казалось бы, будет, ну, может быть, какой-то compilation error, там, еще какая-то проверка, там, exception в рантайме, но если вы видите, то получилась такая вещь, сделал изменение пятому элементу, да, ну, ой, я извиняюсь, третьему элементу, значение 5, да, вот она вывелась строка, потом before resize, 1, 2, 5, ну, ref работает отлично, супер, потом сделал resize, теперь у него один элемент, я вывел тот же массив, 1, и потом я говорю, assert элемент, и он тоже значение узнает, он 5, и вот тут вот уже, скажем так, интересно начинается, да, что надо разобраться, а куда вообще ссылается это, и что с этим array, в принципе, ну, тоже кажется, а, array не умер, ну, там просто, если вы попробуете этому же array установить, например, значение на второй элемент, это, ну, это индекс, это на последний, наш третий, то вы получите вот такую вот ошибку, то есть, в рантайме, вот, соответственно, на что указывает эта ссылка, и какие сайд-эффекты могут возникнуть, тут уже надо смотреть, разбираться, не важно, так сразу сказать сложно, вот, поэтому есть такие интересные сайд-эффекты, и вещи на то, чтобы поразмыслить, почему это, ну, не такая простая, как бы, фича, и почему такие строгие ограничения, вот, давайте двигаться немножко дальше, потому что времени не так много, а еще есть пару классных вещей, о которых можно поговорить, это, ну, и вопросы потом зададим, если что, вернемся, просто, ну, чтобы не надежать всех, кортеджи, tuples, или tuples, или tuples, и это основная проблема, связанная с ними, это как правильно произносить tuple, tuple или tuple, картеджи, даже есть целый, скажем так, conversation на stack overflow, вот, есть ссылка, можно почитать, вот, правильного ответа все равно, как бы, нету на него, я это пропущу, какая проблема с кортеджами, как мы уже говорили, помимо того, что это референс типы, с ними вообще неудачно, удобно работать, кто с ними начинал работать, тот понимает, что item 1, item 2, item 3, это вообще, ну, плохо отчитаемость, ну, это непонятно, вот, ну, мы все понимаем, что без картужей жить сложно, не всегда хочется создавать свой новый объект, возвращать, ну, придумать вариантов, вариантов можно много, вот, в чем плюс новых картужей, то есть, как бы уже это было, добавили новые, живут и старые, сейчас и новые появились, большая поддержка синтаксиса, теперь запись по-новому, и то, что это сейчас value тип, соответственно, большой плюс, get hashcode, и equals у них, ну, сделаны, как для value типов, единственное, что там недавно была оптимизация, Сергей Тепляков написал довольно классный блокпост, о том, что было не так, да, но это быстро пофиксили, они выпустили версию, вот тут вот плюс, то, что таблы, как и value task, они тоже через, нужно подключать их через newget package, и вот тут вот как раз он плюс, вот была ошибка, вот, ну, переопределение вот этого equals get hashcode, там было не оптимально, и была аллокация, потому что приводилось к объекту, типы, они выпустили фикс, просто обновляем newget package, и все, и нам не нужно ждать фреймворка 4.7.1, подставлять какие-то костыли и тому подобное, ну, свои минусы, свои плюсы, давайте посмотрим, как это выглядит в более-менее коде, таком вот, как бы, демо-код, напомню, может быть, кто-то вообще обходил стороной, раньше задавались они так, как тоже tuple, а там, и вот так, ну, сложно, сейчас все гораздо проще, вот этот синдекс, кстати, если даже вы подключите компилятор, он в Visual Studio 2015 будет поломан, будет этих линий волнистых очень много, ну, поэтому будут нюансы, для этого нужен как-то или Visual Studio Code, или, ну, что поддерживает уже возможности этого синдексиса, вот, к сожалению, такая вот вещь не получится, у нас сейчас он скомпилирует ее, да, вот, она не получается, то есть, приведение невозможно, ну, это как бы понятно, вот, но работать с ними довольно удобно, то есть, ну, единственный, есть нюанс, можно записывать такую вот, использовать запись, можно, ну, как по старинке мы привыкли писать, если вы посмотрите, это одно и то же, да, просто, синтаксис, более такой вот читаемый, более такой функциональный язык. Если посмотреть value tuple definition, есть интересные вещи, что оно есть, как бы, generic с параметрами, это тоже классы, описаны, сгенерированы, где есть до типов, да, там, t1, t2, t3, t4, до 7, по-моему, да, или до 8 всего есть, и так для каждого сгенерировано такое вот определение, вот, соответственно, но еще самое интересное, что с value apple появилось, можно написать, что же, язык, такую вот вещь, new value tuple, вот, можно такую вещь записать, она абсолютно валидна, правда, вы с ней ничего не можете сделать, вот, но все равно она может жить, но, к сожалению, нельзя написать вот так, вот так, вот, ну, было бы классно, например, писать так, и с функцией возвращать, ну, к сожалению, не все так взаимосвязано, как хотелось бы, но, есть нюансы, зачем вот эта возможность, потому что вы ничего не можете использовать, я не понимаю, но она есть, вот, может быть, кто-то может мне объяснить, то же самое, можно использовать, посылки передавать, написывать значение, вот, сохранять, большой самый плюс, где мне просто сразу, первое применение нашлось, это в словаре, очень часто, ну, не очень часто, ну, периодически бывает, нужно композитный ключ, да, то есть, когда, например, есть какой-то там, row key, да, есть еще какой-нибудь там, key, и хотелось бы такой дикшнэр иметь, с составным ключом, для этого нужно, ну, немножко постараться, чтобы был честный, иклс, и get hash code, чтобы дикшнэр работал отлично, с туплами, это все класс и решается вот так вот, ну, это просто классная запись, но она более понятна и работает, как ожидается, есть нюансы, с этим синтаксисом появились, и теперь неоднозначные вещи, я вам показываю то же самое, но, здесь нету картелей, это такая вот вещь, как deconstruction, появилась, это две переменные, это важно, как бы, об этом немножко так скрывают, не афишируют, но, мощная, скажем так, возможность, но и, соответственно, вызывает свои побочные эффекты, я могу теперь, вот так вот задать переменные, a и b, я даже могу написать, вот так вот, x, y, ну, я тут неправильно выделю, это вот, за это отвечает, ну, давайте это тоже, там, где их, вот так вот, и, чтобы оно не ломалось, я напишу так, вот, ага, он оптимизировал, супер оптимизировал, вот так вот делал, чтобы, ну, вы не думали, это просто запись, да, я там указал int, а здесь x и y, но это не будет кортедж, это будет две переменные, которых я могу потом использовать отдельно и независимо, x и отдельно y, вот, то есть, ну, тут уже может начать путаница, небольшая, хотя казалось, да, это же tuple, нет, а вот это уже, будет tuple, вот, интересная штука, что если я запишу так, да, то уже ничего не получится, вот, поэтому, ну, надо передать, как бы объект, чтобы работал deconstruction, а вот это уже будет tuple, вот, вот он объявленный, интересная вещь, помните, я вам говорил, что он есть предефинитый набор аргументов, да, который может передаться, то есть, семь, да, а что дальше, казалось бы, ну, в реальных задачах вы, наверное, столько не хотите возвращать с метода, или как-то использовать, но вы можете, то есть, тогда просто создастся, последний тип будет, value tuple, и, соответственно, если я буду так добавлять, то здесь появится уже value tuple, из двух элементов, и тому подобное, вот, большой плюс, уделю немножко ему внимания, возвращаемые значения, я просто без ума от этой записи, вот, то есть, теперь вернуть, мне надо писать couple, там, чего-то, чего-то, я могу писать такую вещь, но все это видели, это самое первое, что, по-моему, это Gerson показывает, после импромментов, ну, там, сепаратор, и тому подобное, вот, здесь какой большой плюс, ну, можно писать так классно, все хорошо, но самый большой плюс, это вот здесь, вот, когда я пишу, getLimits, да, там, и я могу теперь, писать, left, вот это самый большой плюс, то есть, возможность, ну, теперь не использовать item1, item2, ну, если честно, если вы очень любите item1, item2, никто не мешает вам их использовать, они все так же остались с нами, как это работает, все просто, это просто синтаксис для компилятора, если вы увидите, даже если я напишу здесь left, такая штука, здесь будет все равно item1, здесь не будет left, вся магия заключается в дополнительном атрибуте, который висит над функцией, вы как видите, здесь нету никакого left, right, здесь все так же этот value tuple, но, есть довольно классный атрибут, на возвращаемые значения, вот, что couple element names, left1 соответствует item1, right соответствует item2, и все, и если я тут напишу right, то здесь подставится item2, вот такая вот, тоже, как бы, функциональность новая, супер крутая, если честно, правда, какой-то вот прорыв, с остальными фичами, но они вот в конце, но за ними скрывается, все такой же, как бы код, который проверенный годами, и работает, вот, поэтому здесь все хорошо, с этой дикой, возвращается не value type, не, не, в этом случае value type возвращается, то есть, вот эти value tuple, да, то, что вот мы описываем, это value тип, то есть, здесь нет уже локаций, я имею ввиду хиппи, нагрузки на gc, если мы используем value tuple, да, с этим, или скобками, или сами объявляем value tuple, то это возвращается структура, а мы можем конкретизировать типы x и y, да, это, ну, in double, и, соответственно, тут приведение есть, мы можем, это может быть in double, ну, это просто такое, знаете, как, именно как раз, вот такая структура, получается такой, plane объект, это могут типы, и, соответственно, приведение, мы можем давать им имена, разные, но тут нужно быть осторожным, потому что, может быть, как, если я напишу, так, несколька появилась, и надо где-то его использовать, вот это, минус, вот эти оптимизации, да, вот есть, вот так, вот, я могу делать такую вещь, let's try it, вот, всегда вот эти, вот, и здесь вот, ну, мы можем писать такие вещи, да, может быть, это war, да, я могу, ну, написать, как бы, здесь, здесь, так, вот, ну, и тут, соответственно, уже может быть куча, куча нюансов, и также с приведениями, надо быть осторожным, да, тут я нигде не указываю имена, здесь я уже указываю имена, он по распорядку, там, по типу пытается, но, здесь, есть нюансы с этим, нужно быть осторожным, вот, потому что это все так же остается те же кодажи с item 1, item 2, просто синдоксическое приведение, вот, хорошо, если я не ответил на этот вопрос, я отвечу еще раз на него постараюсь чуть позже, потому что хотелось бы еще вам рассказать, но время у нас подходит к концу, как-то она так долго получается, я всегда хочу очень быстро, уже 20 минут, но, к сожалению, уже час 20, расскажу быстро еще про такую вещь, как deconstruction, и про, остается у нас pattern matching, и, если что, вернемся к вопросам, кто доживет, смотрите, опять, x, y, point 1, 2, это переменные, и я могу их использовать, такая запись кажется, ну, что-то новым, и правда, это новая возможность, это все так же deconstruction, но point, это мой тип, это моя структура, которая содержит переменные, она содержит конструктор, а, я могу теперь раскладывать такие вещи, можете ли вы любой объект, нет, здесь используется опять синтаксический сахар, и такое понятие, как утиной типизация, аналогично, как для forEach, да, если у вас есть метод getEnumerator, вы можете его использовать в forEach, для этого не нужно никакие интерфейсы, переопределять, просто утиной типизация, то есть, если есть метод deconstruct, то он его вызовет, объявление, довольно тривиально, мой deconstruct, и все передаем в out, и соответственно он вызовет, и разложит наши перемены, в чем плюс, это можно не только для своих типов писать, а можно еще писать для существующих, как extension, например для keyValuePair, вот есть deconstruct, public-stated, первый мы указываем, как всегда, для кого, ну для чего мы пишем, и потом какие переменные, ну и соответственно, что в key мы положим, keyValuePair key, value, value, и какую это дает вещь, а вот такую вот классную возможность, которая мне очень нравится, для dictionary она вообще работает отлично, смотрите, есть dictionary, что мы обычно пишем, там var, kvp, или item, dictionary, и потом начинается item.key, item.value, мне не очень нравится запись, мне нравится вот такая запись, то что я пишу var, и здесь использую deconstruction, in dictionary, и потом напрямую использую перемены keyValue, вот, вот если она выглядит, это немножко более страшней, да, deconstruct, no, запись гораздо понятнее, стоит ли это брать и использовать везде, там написать для daytime exception, ой, для daytime, для exception и тому подобное, нужно быть осторожным, если с keyValue, dictionary, ну, довольно удобно, это все более-менее понятно, вот, это понятно, мы сейчас уберем, а там, можно всякие, такие вот штуки писать, неиспользуемые, вот, хотим только ключ, тут очень важен порядок, вот, и надо писать разные методы деконстракт, если вы хотите, например, возвращать, но, в случае daytime, поймите, что вы будете, например, возвращать, там, год, месяц, там, день, в каком порядке это будет, там, какую нотацию вы будете использовать, соответственно, могут быть ошибки, могут быть нюансы, тут нету проверок, это просто такое вот, ну, вытащить переменные, разложить их по нужным ячейкам, в каком порядке вы написали, то есть, если я напишу, так вот, ошибки никакой не будет, но, это неправильная работа, это нужно быть осторожным, вот, соответственно, если какая-то есть хоть по типам, там, то хорошо, если нету, то, то это будет плохо, вот, это такой вот нюанс, с деконстрактом, и функцией, expression body members, новыми, есть возможность, записывать немного непонятные вещи, смотрите, пример, если мы используем inversion of control pattern, и dependency injection, такое, какая-то реализация, очень часто мы все передаем dependency через constructer injection, для этого мы пишем, причем я тут начинаю справа, пишем, iServiceA, ServiceA, B, потом есть приватные поля, и присваиваем, ну, и дальше используем, запись стандартная, с помощью C Sharp 7.0, двух вещей, я могу записать теперь так, да, ну, здесь все понятно, объявили, это конструктор, передаю туда параметры, которые мне, мой контейнер, заинжектит, expression, и теперь пишу deconstruction, и вот такая вот запись, обеспечивает мне то, что, справа, понятно ли она, одну строчку, удобно, я бы поспорил, потому что обычно, ну, мы пишем, разбиваем все так на строки, потому что вы знаете, когда этих, допаминцы передается много, и над этим классом работает несколько людей, проблема мержить, когда это все в одну строку, это ужас, обычно мы разбиваем так, и там разбиваем по строчкам, да, то есть, benefit от этой записи, ну, много прямо нету, ну, если хотите что-то такое неотъемлемое попробовать, вы, конечно, можете переписать это класс, и потом вспоминать, а что же делается, и что это вообще такое, ну, потому что, если у вас не будет правой стороны, сразу так не понять, вот, могут быть нюансы, вот, ну, и мы подходим еще к одной интересной вещи, это pattern matching, это последняя вещь на сегодня, она довольно простая, но она порождает, наверное, больше смену парадигмы разработки, чем, какую-то там прямо, ну, новая функциональность, которая облегчает жизнь, она дает новые возможности для написания, что такое pattern matching, кто не сталкивался с функциональными языками, их подходами, идея какая, вы описываете какой-то pattern, какие-то признаки даете, и потом набор этих признаков, начинаете применять к разным объектам, если все признаки удовлетворяются, значит, все совпало, если нет, все, двигаемся дальше, в функциональных языках, ну, их очень много, есть этих вариаций, pattern matching, разные подходы, в общем, куча всего, в C-Sharp, ну, начинает все по чуть-чуть делать, constant pattern, это мы когда проверяем на константу, на тип, да, и var, var, это надо показывать на примере, он не совсем понятен, может, кто там работал много с функциональными языками, скажет, зачем это правда нужно, и чем это хорошо, давайте тогда мы посмотрим, как же это выглядит, давайте начнем с самого простого, есть у нас переменная i, есть функции, две, принимают объекты, первая i5, она принимает object input, и здесь она проверяет, здесь используется constant pattern, вот, как вы помните, недавно мы там в нашем спейсе обсуждали, что это будет, такой небольшой квиз, и правда, вот, ну, тоже, когда читаешь код, ну, только начинаешь работать с C-Sharp 7.0, с этим pattern matching, вызывается такое, ну, сомнение, что, что же это, проверяет вообще, ага, это какая-то новая возможность, запись типа, да, пятерка, это такой тип, и значит, там, будет любой, вот, скажем так, и 10, да, это сработает, нет, на самом деле, это вот, как раз этот constant pattern, чтобы это понимать, скажем так правильно, всегда лучше посмотреть на то, что генерирует код, это тоже синтаксический сахар, и вы видите, здесь идет object equals, object equals, это значит, что оно должно быть четкое совпадение, что только в случае пятерки, это будет сработать, да, вот это будет true, если это будет шесть, да, или пять и один, нет, это не сработает, это constant pattern, также есть у нас другая возможность, тоже на облегчение записи кода, это inlining, обычно мы как пишем, да, если там нам приходит, мы начинаем там, что, а, ну-ка, давай, что ж, мне так язык, попробуем input, есть несколько, вариантов, ну, кто-то пишет там, например, проверяет сначала, что это is, если это true, начинает приводить, обычно мы используем более такой подход, что это, например, там, и потом там, если, ну, это работает, я неправильно начал приводить сначала, там, для каких-то наших reference, типа, да, там, то есть, для этих только is, подходит, вот, ну, и тогда надо проверять, как бы это is, да, а для reference это может быть, а тут можно написать, правда, вот так вот, конечно, ну, не лучше, если чекну запись, но, можно написать, да, и потом, как бы, проверить на null, если не null, то взять это в L, вот, это, в принципе, запись очень такая, ну, сложная, C-Sharp, S7-0, она стала гораздо проще, поэтому я говорю, что там уже сложно, потому что проще, если input, у меня int, тут как раз начинается type matching, если все соответствует, объявим мне переменную и, я могу ее использовать, вот, а что он делает, да, он делает только, что мы как раз писали, вот, и проверяет, если и значение использовать, вот, ну, то есть, довольно тренированная запись, это может быть все что угодно, если это не строка, то объяви мне str, вот, да, и, соответственно, тогда здесь надо, и писать str, вот, ну, как видите, область видимости не ограничена if, ну, если мы здесь посмотрим, то это будет value, видно и здесь, вот, то есть, ну, такая вот, как бы, вещь, а, какой есть нюанс, к сожалению, нету такой вещи, как из нас, вот, но если вы случайно захотите, что-то подобное сделать, то, такую вот запись, то будьте готовы, кому, давайте, сначала разберемся, не будем торопиться, есть input, и я хочу проверить, что input, это int, но хочу сделать инверсию, что если input, не int, да, и, соответственно, написать not int, следуя, как бы, логике, ну, я не знаю, может быть, для вас это будет нормально, но для меня, если это not int, я хотел бы писать здесь, но, к сожалению, not int здесь будет не определен, почему, потому что я делаю, вот этот inversion логики, и, соответственно, я должен попасть в else, вот, понятно ли это сразу, мне не было понятно, мне пришлось зайти сюда и посмотреть, почему это так происходит, и, как бы, что он генерирует, а, и почему так, flow, было бы спасение, если была бы какая-то возможность из not писать, да, тогда, наверное, так срабатывает этот случай, понятно, нет, ну, как бы, решать вам, но лучше, наверное, такие не писать вещи, запутать еще больше, какой есть нюанс здесь, смотрите, давайте, я это раскомментирую, и вот это, есть, у меня константа 5, глобально, есть у меня две функции, M1, ничего с каналами схожего нет, и M2, первое, я проверяю, что O is 5, и во второе, проверяю, что O is 5, но 5 взят скоб, и, если вы посмотрите, то это, генерировалось два разных метода, здесь есть такой небольшой трюк, да, что у меня, вот я еще раз комментировал, есть класс 5, есть константа 5, и смотрите, M1, да, O is 5, в этом случае, компилятор выберет, у нас, что это на тип, проверяет, что он проверяет, что O это класс 5, во втором случае, так как мы взяли это все в скобки, он проверит, это константа, здесь будет, да, и он проверит, что оно равно пятерке, будет ли у вас такое или нет, но запутать очень легко можно, то есть скобки здесь решают flow, вот, это такой нюанс, ну, довольно интересный, и мы подходим к самому концу, и самому интересному, это switch patterns, там я вижу, что я немножко уже дольше, чем мне ответено, за это я извиняюсь, но я хотел бы уже закончить, и кто остался, это на вопросы ответить, switch patterns, отличие, до C-Sharp 7.0 switch, в каком бы вы ни писали, ну, как это правильно сказать, порядке, да, эти кейсы, они не зависели, то есть, все было четко определенно, в каком бы порядке вы их ни писали, они бы, ну, выполнялись, C-Sharp 7.0 порядок имеет значение, он очень важен, соответственно, вы уже можете писать логику, за исключением, конечно, дефолт, где бы вы дефолт не написали, в начале, в конце, в середине, он всегда будет выполняться последним, так как теперь switch поддерживает фаттер матчинг, и конструкции, я просто перечислю вам несколько конструкций, можно, ну, теперь просто писать целые программы, и, ну, на свече, вот это, ну, и, кстати, это, ну, не считается, что теперь вот столько много кейсов, это становится best practice, и тому подобное, что мы не нарушаем ни один из солидов, там, дизайн принципов, нет, это просто для примеров, для демо, вот, теперь можно писать, int i, да, где i равно 5, то есть, проверь, что, вот этот object to test, это типа i, и если это, ой, я извиняюсь, типа i, целочисленного типа, и если это так, то проверь, равно ли это значение 5, такие можно писать уже сложные конструкции, раньше этого нельзя было писать, также, если это просто i, да, да, даже если now, а, если now, то кинь exception, если это строка, где строка, ну, то есть, очень похоже на фильтр exception, да, но, cshap6.0 feature, но, теперь такая вот запись, соответственно, это дает более вам возможности, часто такие конструкции вам приходилось использовать, и в else, какие-то сравнения, да, это может быть не только встроенные типы, это могут быть ваши типы, наш любимый типпоинт, который мы переносим с окна, из става в став, определение, это может быть коллекция, и вот здесь вот тот, type pattern matching, который var, я определил, что он делает, он просто вам создаст новую переменную, и положит туда object to test, как есть, и все, он просто вам сделает такой, как это клон, и, что бы хотелось, кто знает функциональных языках, да, там можно писать вот такие вот вещи, используя карты, здесь было бы удобно реализовать какую-то, знаете, машину состояния, что-то такое конечный автомат, и просто переход из одного, в одно состояние, но, к сожалению, такой возможности нет, сейчас писать, я надеюсь, будет она дальше, соответственно, это тоже синтаксический сахар, вот тут вот начинается спорный вопрос, по поводу оптимизации, потому что все это сейчас заменяется, на набор if-else, то есть обычно, если у вас где-то в коде встречается, вот то, что я показываю на правой стороне, скорее всего, вот if, else, else, if, else, if, лучше написать, наверное, switch будет, вот, то есть, в принципе, ну, тут обратно, да, такое вот, как рефактинг, но оно все конвертируется, просто кто работал, используя, например, там строки, там есть оптимизация, там может примениться, там дикшенари, потом там бинарный поиск по строковым литералам, вот, насчет этого я не уверен, возможно ли с этим, есть ограничения, также есть ограничения, но я думаю, оно нас никого не касается, и слава богу, если вы хотите использовать go to, оператор, и переходить на какие-то лейбы с вашего, например, этого кейса, в какой-то сюда прыгать, это работает только, если вы используете строковые константы везде, да, то есть литералы, как и было раньше, к сожалению, здесь не получится написать там go to и прыгнуть вот сюда, но сложный флоу, вот, в принципе, это все по презентациям, по фичам языка, которые я хотел сказать, summary я пропущу, ну, в принципе, я старался все это сказать, вот, я бы хотел ответить больше на ваши вопросы, если какие-то остались, если кто-то еще остался, сейчас посмотрю этот чат, референсы, что можно посмотреть, ссылки на официальную документацию, почитать, куда движется C-Sharp, вы знаете, на билде, Монс Герзон презентовал, что будет не сразу C-Sharp 8, будет C-Sharp 7.1, мы сегодня видели даже уже, какие фичи, кандидаты уже начали реализовываться, будет C-Sharp 7.1, 7.2, 7.3, ну, а там сколько хватит сил, вы можете влиять на этот процесс, все открыто, можно писать свои пожелания, рекомендации, можно даже пытаться заимплементировать это, вот, в принципе, можно пробовать, начинать, проблем никаких нету, ну, и как я говорил, у кого есть вопросы, кто еще остался жив с нами, то, пожалуйста, задавайте, постараюсь на них ответить. Игорь, привет. Привет. Так, смотри, у меня 4 вопроса, но на них можно отвечать просто односложно, хорошо? Хорошо, односложными предложениями. Посмотри, как ты думаешь, Visual Code использует, разлин, вот, я думал, он на Java Strip написан. А, тут, ну, односложно не получится, он использует, но, Visual Studio Code, там есть такой нюанс, она написана, на, скажем так, сама UI-ка, на Java Strip, это, ну, на Java Strip, электрон, да, это все, как бы, Java Strip, но, она использует Roslyn, как out of process, Roslyn дает такую возможность, это API, есть еще такая вещь, называется OmniSharp, который дает вот эту крутую, настоящую поддержку, в IntelliSense, в любом платформе, Editor, в Atom, Visual Studio Code, и где угодно, оно запускает, Roslyn, как компилятор, отдельным процессом, out of process, и просто ему говорит, то есть поднялся какой-то сервис, и говорит, вот мой код, вот мой solution, да, там вот, Visual Studio Code, ему говорит, там, вот мой код, вот solution, что ты можешь сказать, там, ну, поэтому, какой ты мне можешь дать IntelliSense, тому подобное, вот, это вот такой вот ответ, более-менее короткий, то есть это отдельно, скажи, ты не встречался, так как вышел Roslyn, с альтернативами NDP, он же такой дорогой, не нужно типа select, вот по сборке, там, хочу узнать, кто у наследуется от такого-то класса, там, в третьем колене, ну, на самом деле, в принципе, да, с Roslyn, стало, наверное, проще их писать, может быть, даже NDP, где-то там в бэкграунде, используют, но Roslyn даст только возможность навигации по solution 3, по проекту, да, без вот этого парсинга, сложность, самое сложное, это распарсить код, текст, и превратить это в осмысленное, абстрактное, синтаксическое дерево, а, то есть построить тоже какой-то граф, вот, а дальше, вот это уже логика, то, что делает NDP, он делает кучу крутых калькуляций, ну, на базе этого графа, вот, если честно, такой вот solution, который аналог NDP и бесплатный, ну, честно, я не знаю, ну, может быть, кто-то, ну, подскажет это, ребят, не, ровно полгода назад искал, что это альтернативу, какую-то NDP, лучше на данный момент ничего нет, хорошо, еще есть вопрос, да, нет, есть ли возможность рассказать про синтез кодов в Рослине? А, еще раз? Рослин позволяет синтез кодов производить, или он только навигации позволяет делать? Ну, в принципе, можно делать, то есть он дает, как бы, ну, Рослин дает возможность, да, то есть работать с такими холевл объектами, там, solution, объекты, вот, ну, самое хорошее, это, наверное, поставить, просто сейчас это нету под рукой, или компайлер, tools extension для студии, и он показывает, как, у меня, интересно, он есть, в студии, я хотел просто показать, да, короткий ответ, да, это view, тут такая вот есть, у нас даже презентацию делал, я помню, это Миша, он как раз рассказывал, то есть можно писать, генерировать, ну, без проблем, то есть чем плюс Рослин, он, например, может там исправление делать коды, да, вот, есть вот эти Рослин аналайзеры, они подключаются, говорят, например, там, а, вот эта штука, ну, ты написал, не соответствую best practice, там, ну, грубо говоря, асинки методы, да, там, например, last name convention, добавлять асин ко всем методам, он проверяет, смотрит, что асинк task based, и говорит, что это, ну, а нету асинк в конце, постфикс, окей, нажимаем alt точка, alt enter, все что угодно, и он говорит, хочешь я тебе применю такое изменение, чтобы содержится, соответствовать твоим код стандартам, все, ты применяешь, соответственно, это сделано на базе этих розлин анализаторов, переписывание кода, то есть, это можно, ну, короткий, это можно. Ага, понятно, это как раз, кстати, был мой последний вопрос, по поводу стандартов, то есть, могу ли я быстро, вместе к стандартам, спасибо. Есть такая вещь, Microsoft, которая использует внутри, код, стайлер, если я не ошибаюсь, что-то такое было, честно, не помню, а код форматор, все, уже и помню, просто скармливаем экзешник, скармливаем экзешник, и она к этому салюшину, просто к коду применяет настроенные рулы, соответственно, рулы здесь прописаны, их надо самому реализовывать, то есть, а вот кодинг стайл, они свои написали кодинг стайл, настроили, и просто говорим, вот мой слн файл, давай код форматор, запускайся, и он начинает, это просто за нас автоматически, переписывать этот код. Да, просто я могу подтвердить, что это вот на продакшене, это очень важная фича, когда просто студию на продакшене поставишь, и вот что-то начинается с тем, что привести к стандарту, чтобы что-то вот понять. Ага, это для меня вот, как бы я считаю, это вот, при продакшене, это можно скачать, это можно скачать. Да, спасибо. У меня есть маленький вопрос, хотел уточнить, вот ты там упомянул, что можно как NewGet подключить кэкер, то есть, имеется в виду, что ты можешь подключить, прям в проект, как NewGetPatch, да, и этот проект будет компилиться этим компилятором. Да, да, вот как раз, да, вот тут вот плюс то, что вот он у меня здесь подключен, 2.1.0, да, с версией 2.0, оно поддерживается. Примеры жизни, райдер, да, аджетбрейнс, C-Sharp IDE, я вот написал вот этот, ну, пример, он выложил на GitHub, на Visual Studio работает классно, начал на райдере запускать, он не компилируется на райдере, потому что, ну, у них апдейт не вышел тогда еще, ну, на тот момент у меня не было апдейта райдера, который поддерживал синтакси C-Sharp, сильно, вот, моно, они еще используют моно, моно только с версией 5.0, которая сейчас зарелизилась, тоже поддерживает C-Sharp 7.0, а до этого не было варианта, и единственное, что это вот такое вот подключение, вот этого файла, .NET Compilers, оно позволяет скомпилировать, 2015, мне, к сожалению, это нет, она будет ругаться, там, красными подчеркивать, это и тому подобное, вот, но, она мне, я запущу build, он мне скомпилируется без проблем, и, ну, и тут также есть вот этот task, там, extension и value to pull, и все, то есть, и тогда он скомпилируется везде, CMS build. Предполагается, что у тебя там, в Солюшене может быть несколько проектов, в каждом проекте, он может, у вас, референс на там, свою версию компилятора, да, то есть, так можно, типа? В принципе, я думаю, что сделать так можно, ну, потому что оно добавляет именно MS build step, ну, дополнительный, то есть, использую вот эту версию C-SC, потому что, когда мы нажимаем build, студия говорит, окей, запускаем из build, да, MS build такой, ага, C-Sharp, там, или Visual Basic, там, скомпилирует, значит, надо мне найти C-SC, да, и, соответственно, он находит эту версию, и начинает компилировать, если у меня будет build step, и что проигнорирую, используя мою версию C-SC, вот, все будет работать, то есть, то есть, можно просто скачать этот компилятор C-SC и, ну, собирать код, ну, по сути, что и делает, там, ну, розлин, когда мы подключаемся, не в get package, мы можем генерировать код, собирать, попросить там пользователя, напиши, там, мне какой-то кусок кода, да, там, или свой DSL, ну, например, как, вот, там, как-то предыдущий раз я рассказывал про Cake Build, да, у них свой используется DSL, и они просто, скажем так, сделали такую опертку над C-SC компилятором, то есть, они просто запускают Cake X, и он, в свою очередь, запускает этот C-SC компилятор, который поддерживает нужные там фичи, ну, просто, чтобы не зависеть от того, что восстановлено в системе. Круто, спасибо. Может, после DSL за G-Sickle написать, то есть, да. А что, что можно, Дим, я не услышал? после Resize-а G-C-Collect. G-C-Collect. Ага, 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 вижу, да, я думал, это не могли, так, вот здесь мы находимся, это закомментируем, и после Resize, да? Да, просто Resize возвращает новый instance, array, филитический, просто, посылка, C-V-R-L-L-E-Sickle, какой-то старый, и он, наверное, просто будет пролонгирован, чуть-чуть, или, 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 столетиться и будет, знаешь, либо пролонгируется, до следующей поколения, интересно. Тоже сейчас, ой, и collect, так, и, тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю, я думаю, что мы там никуда, вот, никуда, так, этот у нас пример, вот, запускаем. Победение тоже. А, Array Resize, надо чему-то присваивать, там нет? Array Resize нет, мы туда передаем по ссылке, да, хотя казалось, что Array и так, это ссылочный тип, мы видим, что Array он выводится, но тот, который, вот Array, я же использую тот же объект здесь, поэтому, ну, это фактически ссылка на новый объект, это не один и тот же, ну, это ссылка просто на объект, на Array Resize, окей, абсолютно новый, то есть это можно посмотреть, тут не страшен, сам Array страшно, но, вот это, да, то, что она держит еще за собой, тут, ну, тут я бы больше посмотрел, но, это memory по профайлером, да, висит ли instance или нет? Скорее, да, скрещу, старый Array, он висит в памяти, то есть не был собран, может, горбочка электро определяет, что у нас кто-то согласен, элемент массива, и его очистит. А можно присвоить что-то серд-элементу? Нет, ну, я же вот тогда показывал, и он как раз вот здесь вот падает, да, то есть если я, а, ему это ты Array, а серд-элемент именно. Окей, что там, мы можем присвоить ему десятку, да, десятки еще не было, и мы можем его вывести, опять запускаем, документы. Да, можем. Капец. Да, ну, это больше как пример, ну, тут природу, я до конца не могу, это дать ответ, это такой из интересных примеров, которые надо сесть разобраться, вот, было бы интересно разобраться, может, на следующий раз кто-то это тоже даст, или там, на нашем спейсе, можно, кстати, подискутировать на эту тему, я думаю, что на выходных сеть посмотреть, в чем же это магия, этот пример больше к тому, что ограничения, вот, с этими, рэфами, что вот локальные перемены нельзя возвращать, то есть они неспроста, ну, соответственно, какая проблема всегда с этими указателями, с адресной арифметикой, да, что можно легко выстрелить ногу себе этими локациями, да, и потом не чистить за собой ресурсы, и, соответственно, хранить эти ссылки, вот, поэтому, наверное, заботятся о нас. Так, локальные только, ну, все, и вылеток, и ссылки на рэференс, это нельзя, да? Угу. Ну, потому что, тогда, область жизни их сложно контролировать. Ну, то есть, возвращаем, ну, GSI же теоретически, это же проблема его. Ну, его проблема, да, но, как бы, фичу добавили, это больше такой, как синтаксический сахар, да, и, соответственно, когда меняется флоу, как я говорил, например, даже с теми же атрибутами на локальные функции, меняется флоу, становится немножко сложнее уже, и решают, да, то есть, такой трейд-офф. Между тем, давайте мы выпустим крутую фичу, но чтобы люди могли этим пользоваться. Всего по чуть-чуть, я так понимаю, стараются сделать. Вот, кому интересно, я рекомендую этот, скачать проект на гитхабе, он, я проверяю, он должен, запускается у меня, я и Visual Studio for Mac, использую, он там собирается, запускается, вот, Visual Studio Code можно, тут есть еще интересные вещи, например, есть такой вот issue, он там следит, если я раскомментирую такой код, код почти валидный, немного сложный, скорее всего, такого вы не напишите, но если я его попытаюсь сбилдить, давайте я его сбил, может быть, это уже не работает, это проблема исправлена, я запускаю билд, что-то происходит очень долго, старт и фейлит, и причем вываливается сейси вот с такой ошибкой, очень похоже на номер телефона, по которому надо звонить, есть такой вот нюанс, то есть это просто компилятор, где-то падает внутрях, ну, она заведена, не знаю, issue, пофиксует, то есть, вот такие вот нюансы, то есть новые фичи, это всегда сложно, да это хотя бы ошибка валится на этапе компиляции, а не как тот деконстракт, который валился, ну, прям в рантайме, у меня вопрос больше, вот я, ну, до того было страшно смотреть на большинство этих новых фич, вопрос скорее, откуда у них такая мотивация впиливать эти референсы, впиливать эти деконстракты, которые, ну, прям в рантайме валятся, а что, который, какой деконстракт в рантайме валился? Когда ты ключики поменял местами и обратился, когда ты по дикшену итерировался и там был k-value, ты поменял местами value на k и обратился к value, а в итоге у тебя там что не было? Ну, это ошибка, скажем так, разработчика. Ну, такая ошибка разработчика, которая только в рантайме определится, и то кем-нибудь тестером каким-нибудь на последнем этапе. Да, ну, это, скажем так, побочный эффект, тут немножко сложно сказать, что они добавили фичу, и теперь как бы сложно, ну, мне кажется, просто неправильно говорить, что оно валится, да, это больше наша, скажем так, проблема. Можно настроить, в принципе, наверное, какой-то, не, статистически не получится анализ, только это с типами. Дело в том, что нам никто не запрещает, например, складывать там апельсины с километрами, да, ну, как бы физического смысла в этом нету, но нам такую дают возможность, потому что есть такая семантический, да, и синтаксический. Если синтаксический корректно, компилятор, ну, не суперумный, а то, что семантический мы пишем, это уже мы за это отвечаем. Вот, а деконстракт, она больше нужна была для вот этих карту джей возможность, а это добавили уже как побочный такой вот метод, который позволяет, ну, раскладывать существующие типы. В принципе, запись, ну, для key value, вот для dictionary, я говорил, это плюс, это большой плюс, вот, удобней становится. Если вы начнете использовать для exception, то там уже могут сложнее быть, для date time уже сложнее, поэтому и нету какой-то супер библиотеки, которая вам дает там, ну, возможность деконстракта делать для там стандартных каких-то типов, просто она не нужна. По поводу этих, ну, фичей, ну, в принципе, я говорил, можно на flow менять, но вот, например, рефы очень востребованы для людей, которые пишут код, который, ну, требует оптимизации большой, но они не хотят идти в unsafe код. Они хотят возвращать, например, структуры, просто мы обычно используем классы, а мы об этом не задумываемся. Но классы это лишняя локация, это memory traffic большой, и GC это очень больно для него, и поэтому многие используют структуры, да, там, ну, когда большие объемы данных, много операций, и не иметь возможности возвращать, ну, как бы, структуры, ну, это была такая вот фича, предложенная комьюнити, ее ревьювнули, вот этот синтаксис, то есть, ну, это все можно посмотреть на гитхабе, откуда она взялась, история, вот, и как этот синтаксис формировался, вот, есть нюансы, да, есть трудности, но для многих это очень спасительная фича сейчас. А можешь скинуть ссылку на фичу? Просто интересно, знаешь, там язык создавался совсем другой, так как бы, парадигмой, 15 лет это было не нужно, и сейчас внезапно там кто-то захотел там unsafe код, прям в сейв коде писать. Да, ссылки есть, в презентации, тэ-тэ-тэ-тэ, сейчас мы откроем, тут просто есть старый, это official рэпа, и есть вот этот, который old, да, ее можно искать здесь, ну, я думаю, сейчас найду и потом скину это лично тебе в скайпе в бизнесе, где-то была фича, она описана, там можно поискать просто это ref type, switch, deconstruction, мне она по-моему позже появилась, хорошо, какие-нибудь есть вопросы, еще, я задержал вас сильно, sorry за это, но надеюсь кому-то что-то новое было, интересно, да, спасибо, слушай, еще хочу добавить, есть крутая фишка, с switch кейсом, и pattern matching, когда часто надо бывает сравнить какую-то переменную с какими-то константами, и частенько это надо сделать ordinal ignore case, то раньше это только решалось if else, if else, if else, if else, такой, знаешь, цепочкой, ну, бесконечной, то теперь это вот этим вот switch case, when, и сравнение по ignore case, можно прямо в одной строке писать, и занимает раз в пять, наверное, меньше места, может добавить свои там экземплы, ага, супер, и вот тут, кстати, это, уже, пока я искал, Андрей уже скинул ссылку на эту фичу, ref returns and locals, и там, там, там все есть описание, такая, большой discussion list, я просто сейчас открою, она в Skype по бизнесе уже есть, спасибо большое за это, спасибо, вот, и, вот здесь вот она, кому интересно, рекомендую почитать, вот, блоги, я имею в виду, правильно, садов, да, я говорю, это фамилия, вот, он занимается разработкой и много пишет, почему были приняты такие решения, а не такие, ну, довольно интересно, и вот тут вот как раз описание, solution, тут и пошла вся история, мне вот за это нравится, если честно, может быть, не всегда оптимальные решения принимает, но то, что здесь уже есть discussion, как минимум, идет общение с комьюнити, людьми, давайте назвать стейкхолдеры, потому что, в принципе, мы тоже заинтересованы в этом, да, и мы можем в этом участвовать, говорить свои, что там, это заработает, это нет, это супер класс, это хорошо, вот, ну, думаю, это довольно крутая возможность, какие-нибудь еще вопросы?